Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности, а точнее я объясняю и рассказываю, как с помощью своих мыслей, с помощью того, что живет в нашей голове, той информации, которую мы читаем, воспринимаем, как с помощью этого мы, собственно, и получаем в результате то, что называется нашей реальной жизнью. И, конечно же, как мы можем это изменить. И, знаете, сегодня я решила поднять такую темку, прямо, можно сказать, женскую, но касается она всех. Про любовь. Про любовь. Не знаю, как вы, а я всегда с трепетом относилась к этому слову. Помню, как в детстве я купила себе книжки на книжном рынке «Афоризмы про любовь». И там были такие замечательные афоризмы, как «Любовь – это сумасшествие, иначе это не любовь». «Любовь – это как птица там улетит и там…» И, в общем, я обожала все песни про любовь, я обожала все книги про любовь. И, по сути, ничего-то не изменилось. Но вот что интересно. Если говорить про любовь, то любовь всегда ассоциируется с некой страстью, с некоторыми проблемами, с некоторыми завоеваниями, с некоторыми такими вещами, страданиями. Вот любовь – это про страдания, обязательно. Любовь в сериал про любовь – это всегда страдания, это всегда там есть старый, богатый, есть там молодой, бедный, разные есть истории, но всегда есть некая драма. Взять Анжелику моей, один из любимейших романов, где ей нужно выйти замуж за страшного, уродливого графа, который потом оказывается потрясающим вообще человеком, которого она безумно любит. Ну, в общем, это всегда сложно, всегда сложно. И мне кажется, что история про любовь к нам так и записалась. Я не могу без него дышать, я хочу в нем раствориться, я думаю о нем днем и ночью, мне никто, кроме него, не нужен. Мы хотим с этой любовью передать власть другому человеку над нами, мы хотим, чтобы он решал наши проблемы, поддерживал нас. Мы, короче, очень много от него хотим, собственно, как и он от нас. И вот получается, что история про любовь, это как будто бы история про возьми все мои проблемы и сделай их своими. И выглядит это, знаете, как на алтаре, согласны ли вы взять все ее проблемы и пожизненно их решать. Да, согласен. И как только в какой-то момент кто-то из нас в чем-то не согласен, проблемы не так решаются, не так решаешь, не так меня поддерживаешь, да ты не понимаешь. А второй говорит, да не пошла бы ты, ты меня тоже не понимаешь. Разные ценности, разные интересы, разные моменты в какие-то периоды жизни, вот тут-то все и выскакивает. И вот так мы видим любовь. Так у всех. Я зато его люблю, я могу перетерпеть. Короче, мы пересмотрели фильмы, нам что-то рассказывали родители, что нужно быть мудрой, нужно поддаться, нужно решать вопросы. Конфликты у всех бывают, но надо уметь подстраиваться. И вот мы вступаем в отношения, начинаем их, продолжаем или бесконечно пробуем. Но что-то как-то эта подстройка со временем сильно нас задалбливает. И вот такой вопрос у меня недавно родился. А что такое вообще настоящая любовь? О чем речь? Мы про что? Как это может быть? И вот вы знаете, вы можете поставить сейчас прямо на паузу это видео и задать этот вопрос себе. А что такое любовь для вас? И вы увидите, что любовь для вас это перенос неких обязательств. Это какая-то поддержка моего гемора. Это когда я с ним, даже если ему тяжело. Или он со мной тоже должен быть, когда мне тяжело. Получается, что любовь похожа на некие грузики, которые мы друг к другу кладем. И в какой-то момент один из нас падает с этими грузиками. Но вот где-то там в среднем, получается, выглядит эта картина. И, конечно, я начала задумываться. Ну как так? Вроде бы любовь так важна. Вроде бы это основа жизни. Ну вот и начинается. Любовь к Богу, ко Вселенной, к миру. Но, по сути, почему у нас не сильно получается с любовью? Почему наша любовь очень часто заканчивается разводами, обвинениями, драмами, огромными, длительными страданиями, расставаниями, работами с психологом, без психолога? Что вообще это за история такая? Поскольку я человек, который очень любит слово, о котором я уже вам говорила неоднократно, рефлексия, то есть я люблю разбираться, задавать вопросы, что, зачем, почему, для чего, почему я это чувствую, почему я это думаю, что думает другой человек, что происходит в его голове, я решила копать. И тут, общаясь со своим другом, наставником, в каком-то смысле работая, тоже со специалистом, потому что важно не забывать, что любой развивающийся человек, это человек, который занимается собственным самоанализом, использует разные практики, техники для того, чтобы познакомиться с собой. И вот мы начали выяснять с ней интересные вещи, что любовь – это про целостность, а не про половинку, как у нас часто. Любовь – это про удовольствие, про ценность, про смелость, брать ответственность, про многие из тех вещей, которыми, собственно, каждый из нас не обладает. И вот большой вопрос. Могу ли я дать вам яблоко, которое вы от меня хотите получить? Простите. Дай ему яблоко. Если у меня этого яблока нет, а могу ли я дать некую целостность, опору, счастье, если у меня у самой этого нет? Знаете, как-то я размышляла на тему половинок. У каждого человека есть его половинка, и вот важно её найти. Когда мы в мир такую мысль запускаем, то получается, что изначально мы себя представляем половинчатым человеком. У нас одна рука, одна нога. Мы сами по себе инвалиды. Ну, представляете, если бы вы увидели человека наполовину, да? Ну, там, как-то. Вы бы поняли, что это инвалид, вам бы стало его жалко. Но почему тогда мы сами помещаем себя в эту капсулу, и, мало того, пытаемся найти человека, который бы идеально подошёл нашей половине? Верхней, нижней или вдоль? Как так? Мы ищем кого-то, кто идеально закрыл бы те наши слабые стороны, которых у нас нет, или какие-то другие стороны, которые, значит, там нам кажутся. Вот этим мы и занимаемся. И вступая в отношения, мы начинаем от другого что-то требовать. Но поскольку мы сами до конца не знаем себя, не понимаем, мы же половинчатые, мы тоже стрёмные, мы думаем, что мы такие, но какие мы на самом деле, мы не знаем. Мы вступаем в отношения с проблемами, со своими личными болячками. Например, ты вступаешь в отношения с болезнью недолюбленности, тебя недолюбили, и ты отчаянно пытаешься сделать так, чтобы партнёр второй тебя долюбил. Ты ему рассказываешь, возможно, ты показываешь ему собственным примером, как тебя надо любить, но он-то тебя любит как-то по-другому. Для него любовь – это про что-то другое, то, чего не хватило ему, и он пытается найти это в тебе. И в результате всё, чего мне не хватает, я ищу в другом. И он делает то же самое. И мы, травмированные люди, пытаемся друг от друга получить то, чего у нас по сути нет. И вы знаете, я не знаю сейчас, насколько вас эти мои размышления зацепили или нет, и, возможно, вы зададите вопрос, Оля, к чему ты это всё клонишь? Ты права, что с этим делать? А я хочу вам сказать одно, что мы не можем построить нормальные отношения, нормальные отношения, в которых нам будет хорошо до тех пор, пока мы сами не поймём, а мы-то кто, пока мы сами не станем целостными, пока мы не будем искать того, кто сделает нас любимым, счастливым, а пока мы сами такими не станем, пока мы не притворимся, не превратимся в человека, не сделаем себя таковым, самодостаточным, у которого есть свои занятия, свои друзья, своё жильё, своё понимание прекрасного. Не мне нравится то, что и тебе, а мне это точно нравится. У нас могут в чём-то совпадать интересы, а в чём-то нет, но мы уважаем пространство друг друга, а если не уважаем, значит, мы друг другу не подходим. Любовь – это не история про пристройки, про жертвенность, про подачи. Я люблю танцевать, но он не хочет, чтобы я танцевала, и поэтому я буду сидеть дома. Любовь – это не про то, что я люблю футбол, и хочу ездить со своей девушкой на футбол, а я не люблю футбол, и я буду тоже. Мы можем иметь право любить разные вещи, но когда мы слишком разные и обвиняем друг друга, вот ты пошёл на футбол, это не история про то, что у нас не может быть своих интересов. Могут, но без обвинений и без слишком разных. Ведь в какой-то момент, когда женщина или один партнёр, давайте так, интересуется чем-то одним, а другой чем-то другим, и они нигде, ни в чём особо не переплетаются, кроме болей. Нас объединяют дети. Нас не дети объединяют. Нас объединяет страх, что их как-то надо воспитать. Меня объединяет страх, что я буду плохим отцом, как мой, говорит мужчина. Я их не брошу. Да, я не люблю её, но я их не брошу. Я буду. А её страх, что она будет брошенкой. И они крепятся за этих детей для того, чтобы, значит, решить свои собственные проблемы, которые решить нельзя. Вот так. Потому что это задача каждого человека – стать целостным, обладать самостоятельно собой, знать, кто я. И именно это то, над чем я регулярно работаю, чему посвящены все мои марафоны, книги, эфиры, медитации. Это история про себя. Потому что пока я не разберусь, чего я хочу, что мне нравится, кто я, что для меня хорошо и плохо, а буду пытаться в этом странном половинчатом состоянии найти кого-то со своими же болезнями, потому что здоровый человек не свяжется никогда с половинчатым. Ну, простите за сравнение, я сейчас про моральное. Физически это другая история. Я про моральное. Про то, когда я не знаю, кто я. Когда человек – личность, он это очень сильно видит. И он хочет строить отношения с личностью. У него нет желания решать чьи-то проблемы, и становиться, замещать, становиться Богом, культом. Я хочу, чтобы я была главная, доминировала. Нет. Я просто хочу быть счастливой. Я просто хочу быть с человеком, которому хорошо со мной, и без меня тоже хорошо. Самому по себе тоже хорошо, потому что он классный, потому что у него есть его собственные цели. Не для того, чтобы мне доказать, или насолить, или вопреки. А просто он есть. Этот человек есть. И главное, что я сегодня могу делать, и ты, это работать над собой, над тем, чтобы себя проявить, над тем, чтобы понять, не искать любовь в ком-то, а найти ее в себе, что мне нравится. Мне нравится, когда у меня красивое тело, спорт – прекрасно. Я всегда хотела заниматься вот этим делом, там-то работать, или что-то изучать, знать. Замечательно, я хочу этим заниматься. Я хочу иметь друзей, с которыми мне классно проводить вечера, потому что для меня это важно, приводить их к себе домой – супер. Значит, я буду концентрироваться над этим. А не играть в игру, где мы вдвоем пытаемся воссоздать мир, о котором не знаем ни малейшего понятия, обвиняя друг друга в том, что на самом деле мы друг другу что-то запретили. Это не про любовь. И все это мы обычно сахарной пудрой посыпаем. Я не могу без него дышать. Никто, как он, не держит меня за руку. А ведь когда-то он подарил мне цветы, а когда-то мы с ним мечтали про детей, настало время вырасти, настало время подумать о том, кто ты, чего ты хочешь для себя. Какая твоя жизнь? Не та, которую придумали твои родители, тебе, потому что они лучше знают. Не та, которую навязал когда-то бывший, и рассказал, что ты не можешь. Не то, что думают другие. Ты. Ты сама что думаешь? Что ты думаешь про себя? Что ты хочешь думать про себя? Кем ты хочешь стать? Когда этот вопрос станет актуальным, вспомни про меня. Приходи ко мне на рерайтер жизни, потому что там мы работаем над тобой. Не над тем, чтобы понравиться твоему мужу, твоей маме, детям. Нет. Ты единственный человек в своей жизни, который будет с тобой до конца. Единственный, который достоин всего. Единственный. С которым тебе предстоит пройти еще длинный, уникальный путь. И пора взять себя за руку. Пора разрешить себе быть с собой. Следующий рерайтер стартует первого числа. И возможно тебе сейчас очень интересно будет пройти марафон, в котором ты напишешь книгу про ту жизнь, которую ты хочешь, в котором ты узнаешь, как работает реальность, какие твои мысли тебе нужно навсегда забыть и убрать, а какие наоборот поселить. Ведь ничего интереснее, чем исследование самого себя. Ничего интереснее, чем стать реальным хозяином, программистом в своей жизни. Поверь, это удивительное богатство, которое так близко, которое совсем недорогое, но которое раз и навсегда кардинально изменит направление, траектории твоей жизни, потому что изменится твоя мысль. Поэтому, когда будешь готова, вспомни про Олю Ермилову и про рерайтер жизни. А если кто-то готов сейчас, ссылочка под этим видео ждет вас. Подумай про то, что такое любовь для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok